Внимавшие сотрудники вне ведомственной охраны должны осмотреть место, закрыты ли двери, не выбиты ли стекла и так далее. Один впереди, другой подстраховывает. Действовать нужно оперативно и в то же время осторожно. Неизвестно кто может скрываться за углом. По окончанию осмотра доклад. Осмотрено. Беркут, Максимовка, осмотрено. Осматривать это здание будут еще 10 раз сотрудники из 10 филиалов с 10 районов Рязанской области. Это один этап отборочного смотра конкурса профмастерства. Каждый год сотрудники вне ведомственной охраны проходят полосу препятствий, отрабатывают выезд по тревожной кнопке, прием рукопашного убоя и многое другое. Это часть отборочного этапа. Есть здесь часть и теоретическая. Отрабатывается теоретическая часть, то есть принимаются зачеты по знаниям правил дорожного движения, это у полицейских водителей. И также сотрудники отрабатывают билеты по служебной подготовке, по медицинской подготовке, также оценят свои знания по пятибалльной системе. Спортивная часть отборочных считается самой сложной. На площадку нельзя выйти неподготовленным. Евгений Сарычев участвует в отборочном впервые. Работает во вневедомственной охране всего год. О данном конкурсе узнал от начальства. В нашем отделении проходил первый этап. По итогам этого этапа отобрали двух лучших сотрудников. И сейчас мы здесь представляем наш отдел. Сразу после полосы препятствий нужно бежать на огневой рубеж. Здесь сотрудники получают заряженный магазин. Задача – за три выстрела сбить свои мишени. Из 22 участников будут выбраны двое лучших, которые отправятся защищать честь города на всероссийские соревнования, которые пройдут в июне. Рязанцы уже участвовали, но, к сожалению, похвастаться пока нечем. Горожане держатся в первой двадцатке. Но каждый год в отборочном этапе участвует все больше новых сотрудников. Поэтому шансы на успех есть всегда. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.